Здравствуйте, студия Аскар Басыров и это мировые новости. В 2017 году государство использует последние 1 триллион и 100 миллиардов рублей из резервного фонда и на этом он будет исчерпан. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Лавров, передает ТАСС. По оценке чиновника средств суверенных фондов, а это резервный плюс фонд национального благосостояния, хватит на 3 года, если при этом ограничивать дефицит бюджета. В следующем году доходы казны составят 13,5 триллиона рублей, а расходы 16,2 триллиона. Ну а в следующие 3 года доходы будут расти, при этом не забудем о заморозке расходов. Ничего сенсационного в этой новости нет. Кубышки для того и создавались, чтобы в нелегкие времена их распечатывать. Теперь, видимо, займутся и ФНБ, пока в нем находится 4,62 триллиона рублей. Вопрос в мерах, который предпринимается в связи с дефицитом бюджета. В данный момент пробуется куча вариантов. Минфин хочет повысить множество налогов и акцизов, пенсии замораживаются, ну и не забудем про выход на рынок заимствования и приватизацию. Правда, пока доли секретных статей расходов бюджета увеличиваются, говорить о какой-либо эффективности не приходится. В продолжении темы. В проекте российского бюджета на 2017-2019 годы предусмотрят сокращение финансирования Министерства обороны на 6%. Деньги будут перераспределены на осуществление договоров военно-технического сотрудничества, выполнение гособоронзаказа и на финансирование 31 федерального проекта, пишет коммерсант. Среди них волоконно-оптические линии связи в Калининграде и на Курилах, система ГЛОНАСС, строительство космодромов и ряд прямых поручений секретного характера к Минобороны. Но есть и более гражданские расходы. Например, на оплату услуг иностранных юристов по искам правительству России, на ремонт детских лагерей Артек и Океан, защита от паводков Комсомольска-на-Амуре и Великого Устюга и многие другие. Коммерсант подчеркивает, что правительство рассмотрело и приняло практически все документы, необходимые для завершения работы над трехлетним бюджетом. В нем предусмотрено снижение инфляции до 4% в 2017 году, а курс доллара закреплен на уровне 71 рубля к 2019. Напомним, что расходы на оборону в этом году составили более 3 триллионов рублей, что составляет почти 20% от общих трат. Это были мировые новости.